привет друзья а сегодняшний вечер мы с вами проведем магазине пройдемся за покупками потому что у нас подзакончились продукты пойдем затариваться пойдем это наш магазин где мы всегда затариваем наш друг денис с русским именем а на угол и первое что он не надо чтобы не забыла это мука развесную будем брать или халмач 40 40 копить его пол доллара меньше чем пол доллара это где-то 0 45 центов так вот печенюшки но мы уже такие пробовали мы купили себе для торта другие маленький магазин что уже второй круг делаешь до магазин маленький но это сейчас вам покажу но самое интересное что в нем можно везде все найти и вот это сам хозяин сам хозяин денис что он нравится на это все постоянно делает дисконт вот какой семьи если 186 рупий 180 рупий всегда управляет и управляет в сторону покупателя это знаете приятно и всегда надо вот ходить и все вот смотреть туда вот вглубь лайк потому что здесь настолько место но стать вот большие пачки чая чай масала вот я сейчас последнее время вот на такой чайок подсел так хочу покажу вот таких маленьких пачках обычно когда берешь большую она получается дешевле чем маленькая но здесь наоборот получается маленькая стоит 65 это 100 грамм большая 175 а большая 200 250 грамм 175 получается 60 и 65 масала это 130 и 65 пополам за счет 32 162 вот маленькую выгоднее а это 175 маленькую выгоднее чем ну надо все всегда сравнивать но это вот как что хочется чаям еще что-то я замечал что маленькую выгоднее брать чем большую обычно все наоборот ну расскажи что ты еще взяла еще чипсы в себе взяла 10 рупий маленький есть у меня здесь вообще побольше бы вчера прикупил себе ручку обыкновенную ручку сколько она стоит тоже 10 руки да хочет тебе таких шариков кручит из ну покажи что это такое да тоже пока ты уже он там что-то набрала сейчас будем смотреть пока я разговаривал с хозяином вот они это потерялись это не я сделала я думаю ты попробовал нет они я если хочешь может большую чипсы взять вдвоем подойдем они уже маленькие дела ну значит большую брать или что возьми будешь со мной крысть хорошо лук да берем большая сколько 30 до молоко хранится смотрите ребята у них вот таких холодильников молоко классное вообще очень жирная нам очень нравится сургодности прошел нет маленькие сургодностью молока быстро записают но это говорит что если молоко киснет быстро это одно говорит натуральный натуральный да вот смотрите что мы катя набрала лет получается 70 рупий это где-то 90 центов мука килограмм 40 тоже говорил это лет на 85 1 доллар туалетная бумага 4 штуки и молоко 26 рупий за все 121 ай чипсо 251 251 рупий это получается как на скидку где-то 3 доллара примерно 3 3 доллара вот такой пакет на купили за 3 доллара так давай расплатимся индийской картой кстати тоже ребята есть видео как мы получали проходите смотрите так ну покуда проходит оплата расскажу в двух словах получить карточку банковскую не очень сложно так в двух словах это для этого вам всего лишь нужно взять и форму у хозяйки где вы проживаете хозяйки или у хозяина дается это си форм это что такое си формы то ваши координаты вы имя фамилия год рождения откуда прилетели в какой аэропорт полетели и адрес проживания ну и ваша сам фотография плюс к этому нужен паспорт и виза вместе с этим вы идете в банк подаете вам дадут бланк заявления которые вы тоже заполняете там все то же самое что все форм просто это переписываете подаете и через недельку у вас как бы карточка на руках если все нормально продаю сейчас вам покажу я уже пробовал что ради вас план сейчас он продемонстрирует это на камеру вот такая вот такая вот штука это не булочка я перепутал это как наш пирожок ну да они жарят это вот в масле вот возле готовится ну ребята надо знать что вы пробуете потому что если взять таких нету если взять перец чили жареных в тесте об тесте и обжаренный то это же прошлый раз я говорится чуть чуть отошел да вот этот перец они макают тесто и обжаривают в масле штука вкусная но вы понимаете что такое перечили я откусил пару раз но это была жесть я выпил наверное литр воды сразу я дышал слезы на глазах но это было конечно круто меньше слов давай пробу это штука вкуснее конечно вкусная а ты попробуешь нет внутри начинка картошка много специи ну какой-то на панели да он не зеленый ну специи но вкусно это только как наш пирожок а все остальные сидят вот и бьет на байке чай масала и давайте мы тоже попробуем чай масала а можно масала и видите как они наливают бочонок такой она наливает кофе вот цвет как кофе но и чай очень вкусный чай тоже готовят кто как готовит потому что у поедините некоторые давай отойдем до некоторые готовят просто очень много специи его не взять в вода некоторые специи в норме и очень приятно пить вот допустим тот что я в магазине показывал вот там специи в норме там очень приятно ну вкусно и так вот индусы индейцы индийцы индийцы завтракают обедают перекусывают вот таких вот кафешку вот пока ожидать ну мы тоже вы видите что как бы вкусно не было но перец тоже дает о себе знать у меня тоже уже слезы наварячиваются я думаю что если чаем запивать она как-то легче дороге вас этот делай а погоди наш наш дом где мы раньше жили и как раз таки на нашем балконе на третий ну на втором жиле ну что с чаем то лучше намного да она притупляет вот это вот специя чая тоже специи много ну это к этому всему нужна привычка хотя мы уже сколько вот здесь уже давно в группу воду будет смотри ты сейчас заплачешь мне надо камеру на 1 выключу чтобы тебе салфетку достать нормально хорошо приятного тебе аппетита и напоминаем что за вот этот пирожок мы отдали 20 рупий 10 рупий за чай 10 рупий за все 20 рупий это 15 центов так что приятного аппетита покажи мне чай еще так с ним консистенция красиво мотор камера мотор вот видите все стоят и все кушают наши знакомых которые туда приезжают как бы ну нормально это для них это очень-очень вкусно как они говорят и попробую очень-очень вкусно когда мне говорили перец этот красный но чуть я не умер от этого перца а сейчас ребята мы двигаемся покупать овощи покупать нас тоже хорошо знакомой посмотрите вот 6 вечера да и сидит женщина и продает еще раз вот вам вон такой вот поверни камеру здесь местные решают вопросы на политические может как я ну на рыбе много мух не знаю на утро не улов конечно вот это наш наша палатка 3 килограмма картошки на но вот помидоры вот какие-то вот у них не спел я всегда много зелени такой интересный мужичок таким пузиком ну что картошка свежая молоденькая ранее да фреш что еще нет пока что все мне только картошка можно ну к примеру шапочку скажем сколько-то салмать ну ты понял что вот он сказал найм это 90 ну а почему мне немножко коверкают и за не фрешно 90 руки картошка 30 килограмм 30 руб и это получается где-то 22 цента 25 центов 25 центов вот так ну к примеру и помидор тоже лук 40 и помидоры тоже очень 40 руб и помидоры а а 30 руб и лук 30 ну примерно примерно овощи и фрукты помидора мы здесь закупаем два больших пакета на 150 руб и на полтора доллара на практически хватает на неделю переходим домой ой дорогу и в нас дом рядышком все у нас рядом так больше не пойдем матем значит еще хочешь а это кстати школа начальная у нас это начальная школа у них я не знаю как называется ну здесь маленькие детки а сегодня мы кстати видели даже такие маленькие девочки и мальчики такие кнопочки хорошенькие и да друзья вот таких вот два пакета и нам все эти наши покупки обошлись от 350 где-то рупий этап порядка 4 доллара это 30 центов наверно там плюс-минус от 4 долларов так что от вас лайк колокольчик подписка милости просим в индии все пока пока